Теперь давайте рассмотрим векторную диаграмму для колебаний. Любое колебание может быть представлено с помощью векторной диаграммы. На векторной диаграмме откладывают две величины. Первую величину – это смещение, то есть х, а вторую величину – это скорость, х'. В зависимости от того, как мы выберем, давайте х будем откладывать вот здесь, а вот здесь будем откладывать х' делить на омега с нолек, или же v делить на омега с нолек. Тогда мы будем иметь х равно синус омега t плюс фи нулевое, а х' – это косинус омега t плюс фи нулевое. То есть колебания будут представимы в виде вектора c, длиной c, у которых проекция, здесь какой-то фи нуль, проекция на горизонтальную ось будет нам давать х', а проекция на вертикальную ось будет давать нам х. Максимальное значение у нас будет а, соответственно, и b равными вот этой величине c. Ну и со временем, если мы здесь будем откладывать фазу фи, фазу фи – это омега 0t плюс фи нулевое со временем, эта фаза фи будет линейно возрастать со временем. То есть этот вектор будет поворачиваться с постоянной угловой скоростью омега с нолек. В итоге фазовая диаграмма для такого колебания представляет собой окружность радиуса равного c, то есть амплитуде колебаний. Вот эту фазовую диаграмму можно использовать для решения целого ряда задач. Например, если у нас имеется движение тела, ну скажем, вот такое вот, имеется маятник, маятник, предположим, математический маятник, и стенка. Удар о стенку является абсолютно упругим. В одну сторону маятник свободно движется, а в другую сторону он доходит до стенки, но вместо того, чтобы пройти дальше, он от нее отскакивает. Отскакивает и возвращается, двигается снова в положительном направлении угла альфа. Как изменится векторная диаграмма в случае наличия стенки? Давайте зададим здесь, ну поскольку у меня альфа, соответственно оно будет соответствовать х, значит при каком-то угле, вот он, давайте назовем его альфа нулевое, при каком-то угле происходит скачкообразное изменение направления скорости. Скорость меняется на противоположное. Альфа нулевое здесь у нас с минусом, значит отрицательное будет х, и если у нас есть какая-то точка, колебание дошло до этого места, дальше оно скачкообразно перескакивает вот сюда, двигалось в этом направлении, вот сюда-сюда-сюда-сюда, то есть вот это вот колебание нормальное, все как обычно, отойдя до этой точки, оно мгновенно перескакивает, меняет направление скорости на противоположное. Вот здесь была скорость, если альфа я отчитываю в эту сторону, то есть альфа у меня здесь в плюс, соответственно, здесь, когда она двигалась в эту сторону, скорость была отрицательна, вот она, и когда произошло отражение, то есть из вот этого направления скорость изменилась на предположенную, скорость сразу же мгновенно стала положительной, то есть вот здесь произошел перескок. Если нам нужно, например, определить период такого колебания, то мы выясняем, какую долю от полного угла составляет вот этот вот участок, вычитаем его из 2П, вот этот вот угол дельта Фи, который нам нужно выкинуть, то есть он мгновенно проскакивается, и тогда период такого колебания, Т, будет равен уже, ну, давайте сначала не Т, а сначала фазу напишем, фаза колебания проходит угол, полная фаза, 2П минус дельта Фи. Соответственно, если перейти к периоду, к периоду, то мы получим, что период такого колебания будет равен Т нулевому, Т нулевому, деленное на 2П и умноженное на 2П минус дельта Фи. То есть мы будем иметь только долю от всего времени, времени, в сечение которого шло бы это колебание. Если колебание стартовало бы вот в этой точке, например, или вот в этой точке, или в любой, оно бы обошло бы полный круг, соответственно, время соответствовало бы периоду Т нулевому, то в данном случае оно обходит не полный круг, а только 2П минус дельта Фи, и соответственно, доля времени у нас будет Т нулевое, делить на 2П умножить на 2П минус дельта Фи. Таким образом, можно узнавать период такого вот обрезанного колебания. Ну и это также помогает в практике решения различных задачек.